Всем привет! Мы вчера зарезали козу. Вот такое у меня жирное мясо. Я уже вчера все сложила. Вот здесь вот такие-то ребрышки. Здесь у меня печень. Вот такая хорошая печень. Сейчас я переберусь в морозилку. Я вот перебралась в морозилку. Здесь вот у меня еще мясо. Здесь большие куски. Вот. Как даже не знаю, как показать. Вот. Здесь у меня тоже полное. Это все мясо. Вот в шалфановых мешочках, как я по кускам сложила. Вот. В общем, вот такое вот мясо у меня тут полное. Это все козлятина. И еще здесь вот немного. Вот. Это все у меня козлятина. Вот. Теперь нам хватит. А сегодня я хочу делать манты. Я вот достала кусок мяса. Сейчас я... Чего ты там кричишь? Сейчас я буду его разделывать. Крутить на мясорубке. Я вот уже поставила мясорубку свою. Вот. И хочу сегодня приготовить манты. Вот такое мясо в разрезе. Вот такой вот красивый цвет у мяса. Мясо жирное. Хороший. Вот столько сала на нем. Вот. Поставила чашку. Сейчас буду крутить на мясорубке. Ну вот я перекрутила почти все мясо. Вот целую чашку у меня получилось. Вот что осталось от куска мяса. Такая косточка. Ну, не знаю. На суп, на борщ. А мясо я все перекрутила. Вот осталось мне немножко. Вот. Сейчас я докручу. Вот. Вот. Ну, в общем, вот так вот у меня. Что-то сегодня плохо крутит мясорубка. Может быть, света мало. У нас зимой обычно меньше вольт идет. У нас на холодильнике стоит стабилизатор. Вот. В общем. Ну, вот. Может быть, из-за того, что мало. Вроде бы здесь вот жил нету. Одно сало и мясо. Ну, вот так вот она немножко как-то плохо крутит. Вот. Вот я, значит, столько оставила на манты. Сюда я отложила, значит, на пельмени. Вот столько. Вот. И косточку. Сейчас уберу морозилку. Вот. Это я потом сделаю пельмешки. Нам хватит столько мяса на пельмени. Сейчас порежу лук. Лук я всегда режу руками, кубиками. И добавляю в фарш уже. Вот я разобрала мясорубку. Сейчас помою. Чтобы же все чистое было. В общем, на такое количество мяса я, значит, почистила вот столько лука. Это наш домашний лук. Вот. Сейчас я порежу кубиками. И начну делать тесто. Вот так вот. Вот так вот я режу лук. Такими кубиками. Сейчас вот порежу. Начну делать тесто. Вот так вот. Вот так вот кубиками я порезала. Вот весь лук порежу и пущу в фарш. У меня, значит, здесь 700 граммовая банка воды я налила. Два яйца и соли. Соль я ложу на глаз. Где-то получаю на 1 чайную ложку соли, наверное, здесь будет. И вот у меня вот такая мука. Макфа. Здесь килограмм муки. Мне кажется, хватит. Но не хватит, я немножко добавлю. Я замесила вот такое крутое тесто. У меня муки ушло чуть больше килограмма. Вот такое хорошее тесто. Вот. Мягенькое. Сейчас оно, пока я мантышницу подготовлю и, значит, фарш подготовлю. Вот, перемешаю, посолю, поперчу и перемешаю. Вот. Я ничего не делаю, потому что мясо даст сок, когда посолишь. Поэтому я солю и перчу в самый последний момент. Вот. Сейчас я уберу в мешочек целлофановый тесто. Пусть оно там стоит. Вот я заранее смажу кисточкой всю корму. Вот. Сейчас еще промажу хорошенько. Это в одну руку неудобно. Перемешаю сейчас мясо и начну делать. Я обычно делаю вот такую колбаску. И потом ее разрезаю. Здесь вот такое мягкое, хорошее получилось. И потом я ее разрезаю. Делаю вот такие кругленькие. И потом раскатываю. Сейчас я покажу. Вот. Я, значит, сделала такую колбаску. Ножиком ее разрезала. Муки обваляла. Муки обваляла. И сейчас я буду катать. Потом делать манты. Я начала делать манты. Вот столько я кладу мясо. Вот. И вот такие вот они у меня получаются. Вот. Сейчас буду вот сюда складывать. Ну, так, чтобы они не прикасались. Вот. Вот так вот сейчас наделаю, налеплю. И потом все вместе поставлю варить. У меня здесь где-то 14 штук в этот лист помещается. Если не плотно складывать, ну, 13-14 где-то. Если очень плотно, и они которые, ну, если поменьше мясо ложить, то получается по 15 штук в одном листе. Вот такие вот мантыщики получаются у меня. Вот у меня поместилось 13 штук. Вот такие вот мантыщики. Но я думаю, они неплохие. Вот у меня получились 4 листа. Вот эти побольше все 3. А здесь мясо уже кончалось. Эти мантыщики поменьше получились. Сейчас у меня закипит вода. У меня еще вода не кипит. Я поставлю варить. Вот. Сегодня у нас мантыщики я сварю. Значит, на вечер, на ужин. И, ну, если останется, на обед. Вот. Вот я поставила вариться. Все через 45 минут будут готовы наши мантыщики. Мои манты готовы. Вот такие манты получились. Мы уже сели кушать. Вот такие вот вкусные, красивые. Вот. И вот они в разрезе. Приятного нам аппетита! ПО ЗАДАЦИИ Продолжение следует...